Столица Верхневоложья вновь примет у себя грандиозное бойцовское шоу. Турнир «Гладиус Глори Чемпион Шип» в четвертый раз соберет в Твери лучших бойцов в Тверской области, Москве, Санкт-Петербурге и стран СНГ. В преддверии состязания организаторы провели большую пресс-конференцию, участницей которой стала Мария Шалаванова. Пресс-конференцию президент Лиги смешанных единоборств «Гладиус Глори Чемпион Шип» Виктор Васильев начал с неприятной для болельщиков новости. Из двух титульных боев за звание чемпиона международной организации один не состоится. Бой за пояс чемпиона в полулегком весе между любимцем Тверской публики Дмитрием Седовым и бойцом из Дагестана Али Рожбудиновым не состоится. Тверской спортсмен получил травму на одной из тренировок и состязаться за пояс не сможет. Я звонил два дня назад, говорил, что травмировал ногу, не может тренироваться, травма серьезная, поэтому бой мы этот отменяем. Но все-таки второй титульный поединок вечера никто не отменял. В ринге встретится действующий чемпион лиги Самандар Муродов и один из самых ярких бойцов дивизиона Виктор Боронин. По словам организаторов, это будет принципиальный поединок, который определит чемпиона с GGC в полусредней весовой категории. Если для Самандра Марудова этот бой защиты пояса, то для Андрея Семенюка это дебютный бой на профессиональной площадке. Тверские зрители смогут увидеть еще один поединок со своим земляком. Свой главный бой в этом году проведет Андрей Ефимов. Его зрители соревнований уже знают. Он принимал участие в первом «Гладиус Глори» несколько лет назад. Тогда он впервые увидел своего соперника, с которым ему предстоит бороться уже через пару недель. Там КМС по кимболсингу, он скажет, что звание и титул для меня особо ничего не играет. Выйдем в рейтинг, покажем то, что умеет, покажем красивый, достойный бой. Самое главное, чтобы без травм все оборудовалось. Всего зрители ждут 12 ярчайших и бескомпромиссных рейтинговых поединков, в которых каждый спортсмен раскроет свой потенциал и покажет, на что он способен. Шоу состоится в Твери уже 15 ноября.